Письмо офицера Ивана Миронову сыну Ивразька, твой отец уехал драться с фашистами, которые напали на нашу страну. Многие отцы вместе со мной оставили свои семьи и, рискуя жизнью, ведут борьбу с нашим врагом. Когда ты подрастешь, то будешь читать про эту войну и узнаешь, сколько она принесла горе народу. Но надо ли вам грустить? Нет, Юраська, надо быть мужчиной, а ты у меня такой. Поэтому я пишу тебя как взрослому. Вспомни, видел ли ты когда-нибудь, чтобы твой папа плакал? Нет, не видел. Это потому, что я тоже мужчина. Что это значит? Значит, ты должен расти смелым, энергичным, волевым. Ты, Юраська, должен учиться не тужить и не унывать. Раз меня нет, то главный мужчина в доме ты. Это твоя главная обязанность поддерживать нашу больную маму, чтобы она не плакала и не унывала. Возможно, вам будет трудновато с питанием и одеждой, но это ничего. Я в твои годы сидел на одном хлебе с луком и имел сегодня старые штаны. А если со мной что-то случится, хочу, чтобы ты вырос мне на смену. Настоящим гражданинам страны Советов и настоящим воинам. Вот тебе мои заветы. 16 августа 1941 год. Сначала, когда я первый раз прочитал, я почувствовал и заботу, и любовь, и немного страха. Ну, думаю, он волновался, переживал. Он не сказал даже, что он не боится, ему не страшно. Не сказал, что даже может умереть на этой войне. Он, по моему мнению, был хорошим отцом. Ну, то есть он хотел сына воспитать как мужчины, а не почти что на равных. Он мужчина, и он уже как мужчина. Ну, отец должен учить сына. Ну, лично для меня. Не вот меня кто-то учил, например, преодолевать свои страхи, а я научился свои страхи преодолевать на жизненном опыте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok